Всем привет! Давно не виделись, я снова с вами. Рада всех снова видеть. Вы меня точно видите, я вас представляю по ту сторону экрана. Да, это Влада, которая снимает сейчас против солнца, поскольку у нас 2 часа дня, и я вышла на прогулку заодно показать вам наши окрестности и немножко поболтать. Не знаю, как вы, но я точно так же жду своих видео, когда они выйдут, поскольку у меня всё зависит от фактора вдохновления. Как только меня озаряет какое-то желание чем-то с вами поделиться, то видео выходят. Когда они будут, эта загадка остаётся даже для меня. Так вот, сегодня мы будем с вами ходить, гулять, наслаждаться середины сентября 2017 года. Сегодня я покажу, что вокруг меня, и я хотела с вами поболтать на тему книги. Книги не простой, а американского автора, и этот автор Рэй Брэдбери. Поговорим мы с вами в «Марсианских хрониках». Чем-то меня это произведение зацепило, есть с чем поделиться, и, наверное, если бы не американское происхождение автора, я бы вряд ли захотела её прочитать. Именно это меня исподвигнуло. Так вот, буду с вами идти, болтать и делиться моими размышлениями на эту тему. Честно, мне было любопытно почитать биографию Рэймонда, Дугласа Брэдбери, поскольку я тоже живу на американском континенте, хотя мы не самые близкие соседи. Я в Пенсильвании, а он из штата Олинойс, это через штат от Пенсильвании. Сейчас, конечно, середина 2017 года, а он жил в 1920-м. Да, в то время была, конечно, классная танцевальная музыка. Издание, которое я держу сейчас в руках, из библиотеки моего папы. Это издание на 656 страниц «Город Москва. Издательство. Правда» 1987 года. Половина книги занимает два произведения, которые напечатаны не в хронологическом порядке, не по дате выпуска писателям. Первый — это роман «451 градус» по Фаренгейту 1953 года, а затем роман «Марсианские хроники» 1950 года. То есть, замечаете, немножко нарушена хронология. Вторая часть книги отведена рассказом. Любителям жанра фантастики и антиутопии должно обязательно понравиться. Но я, честно говоря, любитель больше жизненных историй, более чего-то практичного, полезного. Честно говоря, фантастики мне и в новостях хватает. Действия романа происходят с января 1999 года и по октябрь 2026 года. Некоторые говорят, что у автора оригинальная и разноплановая манера письма, которая выражена в небольших эпизодах, но не всегда они являются логическим продолжением друг друга. В «Марсианских хрониках» это набор нескольких историй с разными действующими лицами. И между собой они не связаны и вообще никак не перекликаются. Но, тем не менее, читаются очень легко и быстро. Мои 201 страницы пролетели незаметно. Сам роман посвящен жизни на планете Марс. Там описывается быт марсиан, быт первых четырех экспедиций с планеты Земля, как они называли, третья от Солнца, и последующих 90 с лишним тысяч человек, которые будут пребывать на Марс Земли или уже укладывают свои чемоданы. В некоторых отзывах на это произведение говорится о якобы глубоком смысле, заложенном автором. Но я бы сказала, что глубокий смысл у каждого человека свой. И лично мне не все описанные эпизоды были понятны. У меня осталось много вопросов без ответов. Хотелось бы получить более детальное описание ключевых моментов, возможно, из-за перевода с английского языка на русский. Моя книга была издана еще во время Советского Союза. И правда, сложилось такое впечатление, что они что-то упустили, чего-то явно не хватает. Например, когда без объяснения причины герои ведут себя странно, в некоторых моментах агрессивно, и являются опасными для жизни действующих лиц романа. Одни говорят, что это непредсказуемость эмоций, а я бы сказала, что это нелогичность. В марсианских хрониках мне пришлось по душе пару моментов. Первый момент описывается в апреле 2000 года. Он называется «Третья экспедиция». Была отправлена экспедиция с Земли на Марс. На борту ракеты находилось 17 человек. Но по происходящему окружению было такое впечатление, что ракета сделала прыжок во времени и вернулась обратно на Землю в 1926 год. Это город Гринблав, штат Иллинойс. Экипаж думал, что каким-то образом они сбились с пути и просто-напросто прилетели обратно и вернулись на Землю вместо Марса. Несмотря на то, что ракета вышла в открытый космос, они по-прежнему оказались на Земле. Хм, странно. То есть улетели в прошлое. Самое интересное начинается дальше, когда члены экспедиции начинают встречать своих умерших родственников в полном здравии и отличном состоянии живых-живешеньких. Встречают свои дома, все, что было у них много лет назад, как будто они вернулись снова в то время. Членами экипажа была выдвинута идея о таком небесном царстве. Но жители города ответили, что это такой же мир, и им предоставлена вторая попытка. Экспедиция наслаждалась временем со своими родными, близкими, которые оказались живыми, и все было реально. Они были живы, играла музыка, даже улавливался аромат свежеприготовленного обеда. Так продолжалось несколько дней, пока один из участников экспедиции не заподозрил что-то неладное во всем происходящем. Он заподозрил, что все марсиане играют с их памятью и воображением. Как оказалось, он был близок к истиням, поскольку на следующее утро была большая похоронная церемония на марсианском кладбище, а все родственники резко стали меняться в лицах и постепенно теряли знакомые черты, как будто их лица были из воска, и они расплывались в жаркий день. Вот такая вот история. И вторая история происходила в сентябре 2005 года по роману. Она называется «Марсианин». Это история о том, как родители обрели своего давно умершего сына, благодаря удивительной способности марсианина быть тем, кем его хотят видеть. Это, можно сказать, видение или лицо. Это одно для тех, кто впереди, иное для тех, кто позади, и другое, абсолютно новое, для тех, кто еще попадется ему на пути, и кто еще его совсем ни разу не видел. Это история о том, как земляне не смогли поделить дар марсианина между собой. И думаю, тяжело догадаться, чем это все заканчивается. Да, да, вы правильно подумали. Он не достался никому. Я заметила, что в романе уделяется внимание человеческой жадности, техническому прогрессу. И совсем не из-за того, что будущее к этому стремится, а из-за боязни одиночества. Там рассказывается, как один человек после потери всей своей семьи решил сделать их копии наподобие роботов. Так сказать, по образу и подобию. Поскольку марсианским даром земляне не обладали, эта история была в апреле 2026 года. Она называется «Долгие годы». Семья, так сказать, да, главного героя и четырех роботов прожили они вместе долгих аж 19 лет. И даже после кончины главы семьи роботы таки продолжили жить на Марсе, как одна семья, и полностью повторяли и сохранили все правила, все традиции, домашний уклад, как традицию. Скажу даже больше. В романе описывается история о том, как люди летали с Земли на Марс просто потому, что они хотели провести выходные и порыбачить на Марсе. Это, наверное, пример чрезмерности и изобилия без всякого смысла. Что еще хотела добавить по поводу моего издания? Мне кажется, издательство нарушило хронологический порядок, и марсианские хроники, изданные в 50-м году, там впервые начинают упоминаться тенденции из будущего о запрете разговоров об искусстве, о политике, творчестве, музыке. Все разговоры должны сводиться только к обсуждению телевизионных шоу и не более. Также там говорится о погодном влиянии книг и о том, что их необходимо истреблять, уничтожать, сжигать, дабы предотвратить возможность их чтения, чтобы люди их не читали, чтобы люди меньше думали и не развивали свое воображение и аналитические способности, они меньше сопоставляли факты и не были в состоянии делать логические выводы. В таком случае ими просто легче управлять и вести за собой. Эти идеи получают развитие в следующем романе «451 градус по Френгейту», который был выпущен тремя годами позже, но в моем издании почему-то все с точностью наоборот. Честно говоря, от прочитанного я ожидала большего, но это просто мое субъективное ощущение. Но есть в этом романе большой заряд позитива. Допустим, был у вас тяжелый день, погода не удалась, спать охота, самочувствие не очень. Берете книгу в руки, начинаете читать и все резко меняется на хорошее настроение. Подумать только, как простые буквы и набор слов и предложений вызывают у нас на лице улыбку и вы чувствуете, что настроение у нас улучшилось. Я хочу поделиться с вами некоторыми цитатами, которые понравились именно мне. Возможно, у вас будут свои интересные заметки. Именно вот этим позитивным настроением эта книга меня и зацепила. Я зачитаю строки, с которых начинается книга. «Великое дело, способность удивляться», сказал философ. «Космические полеты снова сделали всех нас детьми». Идем далее. «Марсиане жили в доме, который поворачивался подобно цветку вслед за солнцем. Вот уже 10 веков. Нет, я хочу увидеть этот дом». Так, далее. И говорили они не на нашем языке, но я каким-то образом понимала его в уме. Телепатия, очевидно. Я думаю, это новое обновление Google Translator. Так, идем далее. «Она поправила цветочную клетку на подставке, цветы зашевелились и раскрыли голодные желтые рты». Это новый вид каких-то домашних животных. «Марсиане пекли в духовке хрустящие хрустальные булочки. Я боюсь даже представить, как можно их кушать с чаем». А, еще классная цитата. «Мы прилетели с земли, должно быть это впервые». Это был добродушный, улыбающийся мужчина. Если верить его маски, на которой была изображена не одна, а три разные улыбки. Видите ли, случаи подобные вашему требуют особых методов. Будем говорить на чистоту. Дело обстоит плохо. Мы вынуждены прибегнуть к эвтаназии. Ну, эвтаназия – это принудительное всыпление. Иногда встречаются довольно необычные проявления юмора. «Больше всего на свете мне хочется улететь домой и сказать там, чтобы больше не связывались с этим Марсом». Сдается мне, командир здесь вообще каждый второй ненормальный. А, еще цитата о том, что вторая экспедиция была признана психопатическими гениями. Да. «Вы ухитрились изменить даже цвет глаз. Вместо желтого – голубой, и кожа у вас не сумовая, а розовая. А этот костюм и пять пальцев на руках вместо шести». Это удивительно. Ну да. Пять пальцев вместо шести. Неужели такое возможно в действительности? Эйнштейн оба сюда сейчас. Это же время. Четвертое измерение. Все прочие жители этого города – это объекты величайшего миграционного и гипнотического эксперимента, который вам когда-либо только приходилось наблюдать. Еще классная цитата. «У вас, землян, есть дар разрушать великое и прекрасное. Если мы не открыли сосисочную в Египте среди развалин Карнакского храма, то лишь потому, что они лежат на отшибе, и там не сильно развернешься с коммерцией». А, вот еще классная цитата из плаката. «На земле вешали плакаты, и на них была надпись «Для тебя с работы на небе побывай на Марсе». Вот я еще нашла одну цитату. «Лошадь не может быть признана законным платежным средством». Да, прям биткоин. «Всегда было меньшинство, которое чего-то боялось, и подавляющее больницу, которое боялось непонятного, будущего, прошлого, настоящего, боялось самого себя и собственной тени». Да, что-то в этих словах есть. Попался мне еще один классный диалог. «Вы заковали меня в цепи. Совершенно верно. Что вы собираетесь делать? Оставить вас здесь. Вы шутите? Выпустите меня отсюда. Вот, наденьте. Что это? Колпак с бубенчиками. Наденьте его, и может быть я отпущу вас. Что вы делаете? Замуровываю вас. Один ряд выложен, а вот и второй. Высоши с ума? Не стану спорить. Знаете, почему я так поступил с вами? Потому что вы сожгли книги, даже не прочитав их как следует. «Ну вот что, послушайте меня», ответил сын. «Я сам из Нью-Йорка. Это огромный город. Там еще 10 миллионов таких, как я. А вас, марсиан, всего дюжина другая осталась. Городов у вас нет. Бродите по горам. Ни власти, ни законов. А вы еще мне начинаете про участок толковать. Зарубите себе на носу. Старое должно уступать место новому». А вот еще классная цитата. «Вы сегодня слушали радио? А, нет, мой приемник скис. Значит, вам ничего не известно? Очень важные новости. Это касается земли. Ну, типа, приемник скис, пора идти в магазин за свежим». Что ты высматриваешь, пап? Я искал земную логику, здравый смысл, разумное правление, мир и ответственность. И как? Увидел? Нет, не нашел. Их больше нет на земле. И, пожалуй, не будет никогда. Возможно, мы только сами себя обманывали. А, возможно, их никогда и не было. Просто мы взорвали нашу ракету. Вот и все. А зачем вы нашу ракету взорвали? А мы просто играли. А за нами тоже на ракете прилетят? Да, если им удастся. Семейные ракеты рассчитаны только на полет на Луну, а не на Марс. Нам просто повезло, что мы добрались. А откуда ты взял ракету? Я ее прятал. 20 лет прятал от вас. А зачем ты ее взорвал? Чтобы мы уже никогда не смогли вернуться обратно. И еще раз хочу сказать огромное спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. Я вас целую, обнимаю. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео. Не забудьте подписаться на канал. Всем до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.